Привет, я Адриана, и сегодня я хочу вам рассказать о своем огороде на окне. Сейчас осенью можно будет некоторые пряные травы пересадить из сада в горшки, и они замечательно перезимуют у нас на окошке, и мы будем постепенно-постепенно их добавлять в чай, в рыбу, мясо. Например, вот я посадила розмарин и орегано. Также можно будет пересадить базилик, петрушку, или же просто посеять ее. Что же еще можно посадить на подоконнике на зиму? На самом деле можно посадить все. Вопрос в другом, насколько это экономически оправдано. Например, зелень укропа, петрушки, салата, базилика. Очень выгодно выращивать в домашних условиях, на окне, потому что срок от посева до употребления его в пищу очень короткий. Буквально за 21 день, 25 дней салат мы уже можем подавать к столу. Но совсем другое дело, перцы, баклажаны, томаты, срок выращивания таких растений, он подольше. От 90 дней выращивается томат. И на томатах я хочу остановиться поподробнее. Для того, чтобы вырастить томаты в домашних условиях, нам нужны будут специальные семена. Селекционеры не сидят на месте. Они вывели большое количество сортов, которые предназначены именно для выращивания на окне. У них меньше корневая система, они меньше в размере. А также срок их выращивания намного короче, нежели если бы мы их выращивали в открытом грунте. Ну, приступим. Я купила специальные семена. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Вот наши семена томатиков. Далее нам нужен будет небольшой ватный диск. Небольшой контейнер. Ватный диск мы смочим водичкой. На ватный диск я распределю семена. На самом деле, семена можно посадить и сразу в грунт, и не ждать, когда они там прорастут. Но мы с дочкой очень любим наблюдать за всем этим процессом. И это очень интересно, когда мы видим сам росточек, как он пробуждается. Так, и вот эту ватку, вот мы накрыли второй частью диска, кладем в контейнер. Очень важный момент. Вата должна быть влажная, но воды как таковой там не должно быть. Накрываем крышкой. И каждый день просто открываем крышку, немножко проветриваем. И буквально через 5-7 дней, смотрите, что будет. Волшебство. Ну, мне кажется, еще чуть-чуть, и можно будет собирать урожай. Так, дальше нам нужен будет небольшой горшочек. Грунт. Грунт я взяла для рассады. Заполняем наш контейнер. Так, увлажняем. Даем водичке впитаться. И в такой контейнер я сажаю по два росточка. Ну, мало ли что там случится. Если кто-то из них не выживет, один останется. Если выживут оба, я потом просто их рассажу. Делаем отверстие. Не сильно глубоко, чтобы мы все-таки дождались, пока он зайдет. И аккуратно берем росточек, вот он, отделяем. Кусочек ватки остался, ничего страшного. Оп. Порежком вниз. И немножечко вот так заглубляем. Чуть-чуть. Так. И еще одно. Так. И немножечко заглубляем. Еще один момент. Вот смотрите, я не засыпала до самого верха. Потому что, когда они немножечко прорастут, я досыплю. И тем самым, они более крепко будут там держаться. Так. Все. Теперь мы это ставим на окошко. Буквально день-два, и они уже покажутся нам из грунта. Поливать пока не будем. Там влажная земля. Все замечательно. Через месяц, когда они уже будут сантиметров по 10, Если оба выживут, мы их рассадим. Если один, то будем пересаживать в более просторный горшочек. Вот, например, вот этому товарищу. Уже полтора месяца. И вот так вот он уже выглядит. Уже цветет. И есть маленький помидорчик. Буквально через 2 месяца, ближе к 3, у вас будет вот такое растение. Ну, понятное дело, что с большими фермерами, с большими объемами мы не будем. Но побаловать себя маленькими радостями с окна вы всегда сможете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok